Здарова всем! Сегодня наконец-то тот самый день, чтобы кататься на машине, которую очень многие ждут в России, в Беларуси, в Украине, в Казахстане. Я читал много форумов, люди с нетерпением ждут, когда появится эта машина в России. Марка Джили, в этот раз она реально адекватная тачка. Единственный китайский мотор, на который я посмотрел, и мне очень все понравилось. Чтобы договориться на этот тест-драйв, я ждал примерно 4 месяца. Во-первых, 3 месяца была эпидемия, и 1 месяц они не могли найти машину. Вот она, эта тачка. Самый прикол в том, что мы договорились на этот тест-драйв в определенное время. Мы приехали сюда, в этот автосалон, и нам сказали, на этой тачке уехал местный сотрудник пожрать. Вообще говоря, пока мы сейчас посмотрим здесь, внутри, как только он вернется, через 30 минут мы начнем кататься на ней. FY11. В данном случае самая заряженная тачка, которая здесь представлена. Хотя, если на самом деле, если быть честно, это все благодаря тому, что китайцы в 2010 году скупили, ну, точнее, Джилли скупила Вольво, некий парень, Гай Бургон, другой, нарисовал эту машину. Я не знаю, с чего он срисовывал. Это один из дизайнеров Вольво. Точнее, я знаю, с чего он срисовывал. Но, по словам Гая, его спросили, а почему ваша новая Джилли похожа на Бэхо? Он говорит, вы знаете, вот этот стиль, хэтчбэк, он настолько популярный, что сейчас берется и придумывается новый кузов. А чтобы как-то выделиться, нужно увеличить капот, играть вырезами в арок или вырезом в фар. А кузов они решили оставить точно такой же. Расстамповка они решили кого-то удивить. Короче, пацаны, за миллион сейф китайской версии в России примерно будет около 2 мульта стоить. За 2 мульта вы сможете купить себе Бэхоут 4. Правда, в зависимости от двигателя, который вы купите, потому что вариаций будет очень много. И, скажем так, сейчас вариантов очень много. Я не знаю, какая конкретно попадет на русский рынок. Вроде как, говорят, для от Вольво Т5. Либо будет рядная четверка, либо рядная тройка. Что конкретно именно к вам попадет, я не знаю. Первый раз, когда я увидел эту машину, она была просто офигенной. Но она офигенная только в двухцах, в цветовой покраске. 20-й диске. Дисковые тормоза, что спереди, что сзади. Независимая, многорычажная сзади. В полноприводной версии идет многодисковой муфтой отборки пятого поколения, если кому-то интересно. Прикол в том, что при необходимости распределяется тяга на все четыре колеса. У этой машины всего два двигателя. Двухцилиндровый турбированный, так называемый, Т5. И трехцилиндровый рядный двигатель Т3. Трехцилиндровый стоит на Вольво XC40. Т5 стоит на Вольво XC90. На современном машине. Вот такая адаптивная. Сделана для того, чтобы экономить расход топлива. При необходимости она открывается, если нужно дополнительный ртуф двигателя. И заведен он двигателе. Когда мы менялись с драйвером, я прошу слышать только, как работает кондиционер. Двигатель вообще бесшумно работает. Ну, сейчас я вам покажу кое-что. Благодаря чему китайцы сделали абсолютно бесшумную машину. Так, кстати, да. Если что, с двух раз открывается. Акапот, если что, кому-то пригодится. Вот такая огромная крышка. Все закрыто, все ниши. Ну, вот так. И вот, смотрите. Огромная. А, горячая. Вот такая вот огромная, тяжелющая крышка. Полностью пропененная. В данном случае это у нас три цилиндра. По отзывам на англоязычных форумах все говорят, что повышенный расход топлива. У одного мужика, у него двигатель Т5 в России. Он написал главное представительство Вольво. Говорит, у меня на 3000 километров входит один литр масла. Что мне с этим делать? Они говорят, это нормально. Так все заложено. Не переживай. Среди англоязычных автовладельцев все жалуются на расход масла. И постоянно загорается лампочка, недостаточный уровень антифриза. Говорят, после прошивки такая болезнь лечится. Уходит повышенный расход масла. Антифриз, естественно, никуда не уходил. Но и лампочка не горит. Но, говорят, пропадает тяга. Двигатель Т5, если что интересно. Какое будет в России, точно я не знаю. Первая комплектация, так называемая 300Т. Бомж-комплектация. При желании может быть полноприводной за дополнительные деньги. Трехцилиндровый рядный двигатель со стартер-генератором 48-вольтовым. 177 лошадиных сил. Максимальная 190. 255 крутящего момента. Максимальная может быть 300. Разгоняется машина до 200 километров в час. В комплекте 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Сегодняшний тест-драк показал, что данный двигатель с данной коробкой абсолютно не могут тянуть адекватно машину весом 1670 килограмм. Триднячок, комплектация 400Т, рядный трехцилиндровый двигатель с электромотором и аккумуляторной батареей энергоемкостью 11,3 или 15,2 киловатт-час. Эта версия может проехать на чисто электрической тяге до 80 километров. По мощности 255 лошадиных сил, 415 крутящего момента до сотни. Примерно все машины разгоняются за 6-8 секунд. 400Т с электротягой. Расход топлива на 100 километров либо 1,2 литра на сотню, либо 1,6 в зависимости от энергоемкости батареи. 300Т, двухлитровый рядный двигатель, скорее всего именно этот двигатель доберется до России. Вольвовский Т5, маркировка, рядный четырехцилиндровый турбированный двигатель. 238 лошадиных сил, 350 крутящего момента, максимальная скорость 210 километров в час. И компания с восьмиступенчатой коробкой автомат от Aisin. Я не знаю, какой конкретно двигатель достанется вам, но эти двигатели уже в принципе, они уже были опробованы, уже практически, наверное, решили все детские болячки. Потому что трехрядный цилиндровый двигатель ему, по-моему, уже три года, а четырехрядный, на Т5, ему уже больше, 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 больше лет. Ну, по-моему, электропривод, честно сказать, багажник очень маленький для такого автомобиля. Не знаю, видно вам нет или за освещением, но тем не менее, никакой подсветки сбоку нет, только единственный вот такой карман. Снизу докатка, знак аварийной остановки, домкрат, все, что у меня самое необходимое есть. Ну, вот еще какие-то ниши органайзеры тут предусмотрены. Внизу, если это гибридная установка, то там литьево-ионная батарейка, но посмотрите на вот эти четыре ствола. Вот это просто бомба. Ставится только на комплектации 350T. И клиренс просто обалденный. Шикарно. К машине просто никаких претензий особо нет, но вот багажник очень маленький, что там перевозить. Ну, я думаю, что люди, которые покупают машину за 2 миллиона рублей, вряд ли поедут с ней за дровами в лес или куда-то на рыбалку, потому что очень жалко поцарапливать машину. Я не думаю, что есть любители покататься на премиальных машинах, на рыбалке, куда-то бездорожья. Вот, давайте посмотрим, что у нас сзади. Ну, и сзади это, конечно... Ребята, обратите внимание на очень классную вещь, что мне нравится. Что спереди, что сзади колеса. Смотри, подсадишься, а ноги не мыраются, потому что дверь полностью закрывает. Полностью закрывает. Ну, вообще, сзади сидишь, а место просто балкон. Очень удобно. Также здесь, по-моему, здесь, может быть, в этой комплектации не предусмотрено, что делать аджаст с задней сиденья, но, тем не менее, ребята, задние сиденья. Сделано, конечно, очень классно. Все, поддержка спины, все тут присутствует. Но вот, как вы ходите с машиной, вот, опять же, ничего не марает молодцы китайцы. Вот, за что я люблю китайцы, то, что они иногда смотрят на некоторые вещи наперед. Они как-то опережают. Здесь находится зеркало. То есть, оно не сбоку, оно вот здесь. И я так предполагаю, что, когда мы будем ехать за рулем, то нужно будет очень сильно крутить голову. Вот такая небольшая красная подсветка. Ночью, наверное, вообще классно используется. Так же машину можно настраивать, как новогоднюю елку. Подсветку, все, как хочется, все, как мы любим. Все поправо-фармливается. Ну, как бы, есть, и, конечно, тут небольшой такой минус, не минус, но вот открывается бардачок, и вот ноги откроются. Отделка, ну, это пластик под деревом. Кстати, есть вариации с имитацией карбона. Так просто. Все на ощупь очень классно. О, кстати, вот эти пищалки. Вся музыка поставляется от Базе. Все пищалки металлические, не китайские. И вот, так что так. Вот такая ручка, которая напоминает мне один немецкий так же автомобиль. Смотрите, пацаны, закрываешь дверь. Раз. Анимация, видно? Да. Анимация показывает, какие двери у тебя открыты, какие закрыты. Ну, в общем, панорама. Все, как у людей. Очень удобный подмокотник. Так, ну, в общем, что, давай я поехал сразу на этом. Эко-спорт, давай на спорте поедем. Drive. Поехали. А, ты, чтобы переключить, нажимаешь на... На кнопку, раз. Ну, а, нет. Рычаг спереди находится. Все, поехали. Машина автоматически снимается с паркинга. Педаль обалденно реагирует. Педаль очень классно реагирует на нажатие. Очень классно. Мне что, больше... Это лох комплектация. Но что мне здесь больше нравится, что здесь стоит коробка именно с мокрым сцеплением. Ни пневмы, никаких вспомогательных устройств нет для того, чтобы машину выравнивать при повороте. Но я вам скажу, что на... Это вот я сейчас полностью выжил, педаль газа. Нажимаю, и примерно секунды две вообще ничего не происходит. Золотой руль. Понятно, что здесь во всех этих комплектациях есть помощники при движении, движение по полосам, прочее. Проекция, небольшой экран. 12,3, по-моему, дюйма, что этот, что два дисплея. Поворотники в одно касание. Все работает, все классно. Также здесь Face ID установлен. Скоро будем по отпечатку жопы. И самое классное, что Face ID работает тем, что запускаешь машину, все настройки, которые у тебя были в последний раз, или которые ты специально сохранил, они все сразу включаются. Машина идет очень классно, очень мягко. Кстати, вот, наконец-то, извиняюсь. Машина вообще... Как машина едет, вообще не слышно. Снаружи выходишь, абсолютно тишина. Слышно только работает, как кондея, все остальное. Да, вот как я и говорил, что по зеркалам нужно голову прям крутить. Но зеркала сами массивные, очень огромные. Также в интернете я видел, как разбирали вот эту абсолютную карту. Там проводов просто как в какой-нибудь серии. Сама вот эта кокпит очень классно выглядит. Очень все информативно. Огромный спидометр. Если на привод, то показывает распределение на каждое колесо, сколько там усилий и прочее. По оснащению, по тому, как работает дисплей, очень все нравится. Если кто-то смотрел мой обзор на Rayewi, как он, Marvel, так вот там вот этот дурацкий, некрасивый дисплей работал просто отвратительно. Ну и также здесь куча камер, куча датчиков, которым уже абсолютно никак не удивишь. Но что меня больше удивляет, все-таки это китаец и руль. Руль просто идеально прошит. Ничего не торчит, все. Он удобный, очень классный. У него, у этой машины конкурент Ховард. Так вот, именно Geely уделывает полноприводность и по управляемости, по качеству сборки. Опять же, вот лепестки. Ну-ка, попробуем. Так, M3. Очень удобно дисплей показывает, какая сейчас скорость. В данном случае, по-моему, третья. Да, третья. Легко лепестками переключается. Третья. А также, помощь на дороге, дистанцию можно выставлять, адаптивный круиз-контроль. Все это работает. Здесь уже этим особо никого не удивишь. Но вот меня больше, чем удивляет, так это вот как раз-таки как работает отзывчивость. Коробка, честно говоря, я от нее ожидал больше. Машина напичкана, но звук. Звук, кстати, ну, конечно, не в Porsche, но тем не менее, звук очень приятный. Насколько слышно, я вам, я не знаю, но тем не менее. Зеркла очень удобные, классные, противобликовые. Все супер. Очень нравится. Пожалуй, это первый в моей жизни китаец, который мне понравился прямо с первого взгляда. Да, вот коробка все равно очень подергивает, но это уже придирки на самом деле. И отпускаешь педаль газа, машина просто вот идет, такое ощущение, как будто ты даже не отпускал газ. Очень мягко, никакого дискомфорта, ничего вообще не чувствуется такого, до чего можно было придраться. Лепестки работают прямо на ура. Да, кстати, попробуем стартануть с лепестками на пониженной. Тем не менее, дисплей очень удобный. Все супер. Вот сейчас очень солнечно, и я вижу абсолютно все. Какая скорость, движение по полосам. Все очень удобно. Я думаю, что этот обзор будет очень полезен даже представительницам красивого пола. Потому что, когда увидят, какая машина у Ерохина с третьего подъезда, думаю, захотят погуглить, что же такое. Ну и также, пацаны, если вы увидите в потоке что-то, нечто похожее на BMW X4, но не X4, то знайте, что это джили. И все-таки, нужно признать, за 2 миллиона рублей мало что купишь, вот именно примерно в такой вещи. Ну вот единственное, вот этот Ховард, он уже на русском авторынке вышел. Вот эту машину привезли в начале осени в Россию, чтобы расфигачить на, как она называется, краш-тесте. Кстати, для тех, кто собирается или подумывает возить тачки в Россию, из Китая, берете и покупаете несколько машин, отправляете их в Россию, там их фигачите на краш-тесте. После этого получаете сертификат безопасности и можете возить спокойно во всем свои машины, каким захочется. Но это такой, на самом деле, геморрой в русском законодательстве. Проще, кстати, в Украину возить, в России немного с этим сложно. Роль вертится на, ну, примерно на 2,5, может быть, оборота. Очень удобно, никаких. Также система, конкретно здесь, я не знаю, адаптирована, включена ли адаптация для остановки перед идущей машиной. Но, тем не менее, в комплектации, если захотите, то она есть. Вот, с первой передачи. Звук, конечно, мне нравится. Не знаю, как это слышится на улице, но, тем не менее, очень красивый звук. Все-таки китайцы начинают отходить от этой китачи, от своего непонятного. Хотя, орнаменты, я хотел сказать, хотя вот рукоятки на кондере, они вот под местный колорит китайский сделаны. Заметил еще одну штуку, которой не было в топовых комплектации. Кстати, вообще, по идее, комплектации здесь не 3, а 8. Ну, получается, полноприводная, значит, не 4, а 8. И вот, видать, в одной из них, вот там есть ионизатор воздуха. Вот там сбоку. Кстати, вот машина очень остро реагирует на движение. Неровности проглатывает очень хорошо. Особо никаких... Кстати, это уродское джили. Особо никакого дискомфорта нет. Но обратите внимание, что здесь написано шильник. Не знаю, будет он видно или нет. Линк и Ко. Джили решили, ну, немного повыпендриваться. И, в общем, взяли все наработки Вольво и приписали это себе. И не только себе, а приписали Линк и Ко. Это дочерняя компания Джили. Они выпускают, они недавно выпустили тоже новый мотор. Достаточно очень интересный во всех отношениях. Но, тем не менее, это у двигателей Вольво сейчас и называется Линк и Ко. Больше как-то пытается выйти на том, что качество Вольво все-таки не подведет. Заметьте, вот когда смотришь на машину из дарика, трудно увидеть, где противотуман. Раз, смотришь, а, ну да, вон, они почти скрыты. Что больше всего разочаровывает самый лох комплектации, так это вот эти просто два ствола, которые смотрят вниз. В выставочном образце, в выставочной машине, четыре ствола. Вот там уже красиво, вот там уже интересно. Хэппи-энд!